Ровно полдень, 12 часов время в Калининграде, у микрофона Олег Силоевский, ну а сегодняшнего полуденного гостя нам представит руководитель информационного центра по атомной энергии в Калининграде Михаил Суканов. Еще раз напомню, что он сегодня является на Балтик Плюс ведущим марафона, посвященного Дню Российской Науки. Итак, Михаил, с кем пожаловали в студию? — Пожаловали вместе с Александром Ивановым, директором западного филиала Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы, доктором экономических наук, профессором. Добрый день, Александр Владимирович. — С момента создания Академии Народного Хозяйства проще за этим учебным заведением закрепилась слава кузницы министров. Попробуем разобраться, кого вы кудете там, потому что с началом экономических преобразований в России в 90-е годы произошла смена стратегической модели от подготовки номенклатурных работников. — Собственно, перешли мы к бизнес-образованию и стали представлять все виды образовательных услуг для сферы управления. Вот я пытаюсь понять, вы готовите, судя по названию, чиновников, да, но в то же самое время, по-моему, вы готовите и бизнесменов. — Ну, буквально пару слов для понимания. Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при президенте Российской Федерации — это формальная организация, у которой корни уходят в далекое прошлое, но формально она образовалась пять лет назад путем объединения Российской Академии Народного Хозяйства и Российской Академии Государственной Службы. — И сейчас это общая Академия. Вот у нее филиал в 60 с лишним регионах Российской Федерации, и один из этих филиалов у нас здесь, в Калининграде. Называется он «Западный филиал». Многие до недавнего времени олицетворили его с торгово-экономическим колледжем, да, об этом мы говорили немножко раньше. Но это то базовое образовательное учреждение среднего профессионального образования, которое явилось основой для создания самого филиала, хотя и Академия, и филиал — это, безусловно, образовательное учреждение высшего образования. И вот на сегодняшний день у нас в филиале присутствует уровень среднего профессионального образования, по которому осуществляется подготовка и выпуск по 12 специальностям. Четыре отделения в СПО. Что это за специальности? Ну, я их все вам на память не перечислю, но это и правовое дело, и экономика, бухгалтерский учет, логистика, технология продуктов общественного питания, организация общественного питания, это информационные технологии и другие. Это речь идет о среднем образовании. Если говорить о высшем образовании, то у нас ведется подготовка по пяти специальностям и направлениям подготовки. Это экономика, это менеджмент, это сервис, это таможенное дело и, естественно, государственное и муниципальное управление. Это наше профильное направление подготовки, по сути, визитная карточка нашего образовательного учреждения. А в процентах соглашения 50-50? Ну, сложно сейчас говорить, потому что только в прошлом году, в 2015-м, мы сделали первый набор на очное обучение. До сих пор на базе еще калининградского филиала велась подготовка по заочному обучению. А вот в прошлом году мы сделали первый набор, набрали 160 человек, причем только на контрактное обучение. У нас бюджетных мест в прошлом году не было. Это большое достижение, с первого же года такой серьезный набор. И, кстати, очень большой интерес у наших абитуриентов вызвало направление таможенное дело, кстати. Регион все-таки пограничный, это естественно. С 1946 года, что Академия народного хозяйства присутствует в регионе, 7 раз была переименована. И вот вы подчеркнули, при президенте Российской Федерации. Скажите, вот это дополнение, насколько оно важно, почему именно при президенте, не при правительстве, не при Госдуме, еще при ком-нибудь? Вот что это означает, что вы подчеркиваете прямо это? Ну, это означает наш профиль, это подготовка специалистов для госслужбы для федерального, регионального, муниципального уровней. Если вы посмотрите на перечень руководителей нашей страны, то в подавляющем большинстве они либо проходили основную подготовку, либо профессиональную переподготовку на базе нашего учебного заведения. Очень многие из руководителей нашей области являются выпускниками нашей Академии, ну, по большей части, либо основной головной организации в Москве, либо института филиала в Санкт-Петербурге, который, кстати, тоже является одним из базов. — Совершенно верно. Ну, председатель наблюдательного совета в нашем учебном заведении, руководитель Государственной думы Нарышкин. — Ну, вот политики, госслужащие, они все-таки их имена на слуху, да? А можно ли назвать несколько имен бизнесменов именно, которые добились успеха как в бизнесе, при этом желательно добились успеха в бизнесе на Западе, потому что в России есть своя специфика ведения бизнеса, которые являются выпускниками вашей Академии? — Ну, из фамилий, которые на слуху в нашем регионе, это, безусловно, бывший министр сельского хозяйства нашего правительства Калининградской области, а теперь руководитель одного из крупнейших предприятий региона, это Андрей Владимирович Романов, это многие руководители наши. — Мы сегодня говорим о калининградской науке, о тех проблемах, которые стоят перед ней. Вот если говорить о проблемах, то они, как правило, не носят свойства, знаете, неразрешимого уравнения или еще чего-то, или противоречия тому или иному физическому закону. В основном это проблемы вот того рода, что молодым ученым, инженерам трудно выйти на рынок. Вот нет в нашей стране какой-то, знаете, парадигмы, что инновациям нужно давать везде зеленый свет. В глобальном плане мы уже видим, к чему это привело, пока вот цены на углеводороды были высокими, мы вот как-то жили и думали, что вот она нефтегазовая труба, мы на них всех вертели и будем вертеть. Ну, в общем-то, оказалось, что невозможно заниматься этим постоянно. И, в общем-то, не понимаем, как же так вышло все сегодня. А Воронхикс как раз вот готовит людей, которые исповедуют, что ли, такую философию экономическую. Вот, вы знаете, мне трудно поверить, что в академии как-то студентам объясняют, что вот царевая экономика — это наше все, а инновационные там где-то вот подождет. Вот в какой момент происходит, что вы их вроде учите как бы правильным вещам, что первым делом инновация, а потом уже все остальное, а поступают они на госслужбу и как-то не видно тому, забыли все, чему их учили в УДИ. — Так мы о науке или об инновациях, извините? — А это очень тесно переводено. Мы об инновациях. — Вы знаете, большой вопрос, и можно на него развернуто свое мнение высказывать, можно сказать коротко. Ну, для начала, да, я уже сказал о том, что прежде всего визитной карточкой нашего высшего образовательного учреждения является подготовка специалистов для госслужбы, да, но одновременно наша академия является, ну, базовой по бизнес-образованию. Это действительно очень близкие и очень связанные между собой задачи и направления. Вот любое научное исследование, оно, как правило, начинается с терминов и определений, и термин инновации, термин наука, он понятен многим, да, а термин инновации, он имеет массу трактовок, и последнее время и в столице, и в других регионах почти ругательный характер начали иметь, да, и, на мой взгляд, это объясняется тем, что не совсем точно люди понимают, о чем речь идет, а вот если, ну, просто объяснять эту терминологию и определиться вот с этими понятиями, то все сразу становится на свои места. Вот один из моих руководителей направлений очень четко сформулировал, говорит, вот наука – это деятельность, при которой за деньги добываются новые знания, а инновации – это деятельность, при которой с помощью новых знаний зарабатываются деньги. Вот об этом и речь, потому что в моем понимании, вот как должно быть, до 1 апреля, мы знаем, в этом году заканчивает действие, переходный период, закон об особоэкономической зоне, ну, грубо говоря, половина нашей экономики в Калининградской заточена именно под этот закон. Что делать дальше, никто не понимает, хотя, в общем-то, все это время твердили, что нам нужна инновационная экономика. Была бы у нас инновационная экономика, если бы мы могли за счет научных открытий и внедрения их в жизнь делать наши товары там на 20-30% дешевле, чем аналоги, то мы бы даже сейчас не задумывались о том, что нам нужны какие-то таможенные или налоговые льготы. Но, к сожалению, вот почему-то не случилось этого. Как вы считаете, есть у нас шанс, может быть, вот жареный петух нас сейчас клюнет в апреле, может быть, тогда мы переведем, будем стараться как-то переводить нашу экономику на инновационные рельсы, как бы кому не нравилось это слово? Ну, про жареного петуха и про 1 апреля давайте немножко позже, а вот что касается самой постановки, могу вам свое мнение сказать, да? Значит, вот если речь вести об инновациях, да, то в общепринятой трактовке инновационную деятельность изображает в виде танцующей пары. Может быть, встречали где-нибудь, да, в которой партнеры в этом танце – это наука и бизнес, а фоном, музыкой для этой танцующей пары является государство с его деятельностью по предоставлению различных условий, которые могут быть либо более благоприятными, либо менее благоприятными. Иногда они мешают этому партнерству, иногда они способствуют тому, чтобы оно просто блестяще проходило, да? Вот очень важное понимание, потому что оно преломляется совершенно в конкретную деятельность. Вот до перехода в Академию, филиал Академии, в котором я сейчас работаю и руковожу, я курировал науку в техническом университете, да, и мы провели инвентаризацию всех научных школ, научных направлений, выкристаллизовали самые перспективные, создали несколько малых инновационных предприятий по федеральному закону об инновационной деятельности, который предоставляет целый ряд льгот и преференции таким предприятиям, созданным с участием высших учебных заведений, в частности университетов. Но вот проблема основная заключается в том, что тематику для научных исследований и последующего, соответственно, внедрения этих исследований в реальную экономику обычно определяют сверху. Или сами разработчики, основываясь на своем опыте проведения исследований, или им просто ее предлагают. У нас, к великому сожалению, разрушена связка между основными заказчиками, которыми являются промышленные и другие предприятия, предприятия реального сектора экономики. Вот мой опыт, в частности, показывает, что в нашем регионе не удалось практически получить ни одного заказа от наших предприятий реального сектора на проведение научных исследований. Что касается профиля деятельности нашего высшего учебного заведения, его основной профиль — это проблемы, в частности, ГЧП, государственно-частного партнерства. И вот на самом деле тема, в которой очень много проблем и разных трактовок. И я хочу сказать, что эта тема очень интересная. Буквально за 15 минут до вашего визита в студию у нас тут был Данил Борчевкин, который робота-таракана придумал вместе с товарищами и коллегами. Балалайка, чипы, которые то ли вживляются, то ли куда-то за ухо. Деньги-то есть в государстве, но, к сожалению, это уже осталось за кадром, бюрократии много. То, что на Западе делается за 2-3 дня, оформляются документы, у нас порой уходит год на это. Как вы считаете, наша наука, она забюрократизирована или нет? Ну, наверное, не совсем точный и не совсем такой корректный вопрос, забюрократизированный или нет. Наукой занимаются ученые, которые считают это делом своей жизни, делают это с полной отдачей. И честь и хвала им за этого. И великое счастье, если при том, что люди занимаются любимым делом, им еще и достойно платят за это, и тогда получается вообще полное счастье. А что касается бюрократизированности, это тот самый фон, о котором я говорил. Это та самая музыка, которая может быть либо благоприятной, либо нет. И вот возвращаясь к вашему предыдущему вопросу, все-таки государственные чиновники, они способствуют, не способствуют, когда их надо начинать готовить. Даже не сколько способствуют, не способствуют, вопрос, они так думают или они думают по-другому. То есть они уверены вот сами для себя, что действительно только инновации способны нас спасти, только наука. Они будут, как вы выражаетесь, правильно думать об инновациях тогда, когда они будут понимать, вот в частности, что любая их деятельность, она так или иначе отражается на реальном секторе экономики. Они могут создавать либо благоприятные условия своими действиями, либо мешать ей, просто мешать. И ключевую роль в этом как раз имеет понимание сути частного государственного партнерства. И это один из профилей нашей деятельности сейчас. И очень большие блоки в подготовке наших будущих государственных служащих, наших выпускников как раз занимает вот эта тематика. Ну и последний вопрос задам. В Ранхиксе студентов обучают по тем же принципам, что, допустим, в Сингапуре, в Южной Корее, в странах технологических лидеров, чиновников будущих. Или как-то по-другому? Или философия и там, и у нас одинаковая? Вы знаете, Ранхикс — это крупнейшее высшее учебное заведение не только в России, но и в Европе. И это высшее учебное заведение, у которого очень широкие контакты с зарубежными вузами. А европейские студенты приезжают? — Естественно. И очень высокая мобильность. И одна из тем, одно из главных направлений, которые мы для себя сейчас взяли, именно по уровню высшего образования, мы хотим его обеспечить на столичном уровне. Нам, на мой взгляд, нужно взять прежде всего все лучшее из образования, что есть у нас в стране. Мы еще помним наш замечательный опыт и то, что мы гордились всегда своими учеными, своими выпускниками. И мы очень хотим обеспечить такую подготовку здесь, в Калининграде, чтобы у родителей наших абитуриентов не возникало мысли послать в Москву или отправить детей к нам на обучение. И это во многом определяется еще и техническими средствами, потому что Калининграду откровенно повезло с филиалом нашей Академии, потому что новый наш кампус на артиллерийской 62, он построен по последним требованиям и технически оснащен таким образом, что мы можем обеспечить выступление специалистов любого уровня из-за рубежа и из Москвы, и все это делаем уже сейчас. Ну что ж, мне остается пожелать вам успехов в ваших желаниях, в ваших начинаниях. Очень надеюсь, что мы обязательно в фестивале науки, который будем проводить в апреле, обязательно подключим и в нашу Академию, и воспользуемся разрекламированной площадкой. — Обязательно, безусловно, и в заключении я хотел поздравить своих коллег, всех наших партнеров по научным исследованиям с этим замечательным праздником, замечательно то, что он есть, всем здоровья, успехов, всего самого лучшего. — Это был доктор экономических наук, профессор Александр Иванов, директор западного филиала Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Мы продолжаем наш марафон, посвященный Дню науки. Впереди вас ждут викторины в честь шестилетия информационного центра по атомной энергии в Калининграде. Мы приготовили для вас очень хорошие книги в подарок, поэтому слушайте внимательно эфир, звоните, отвечайте на вопросы и получайте. — То есть призы сегодня гарантированы? — Конечно, обязательно. — Михаил Сулканов, руководитель информационного центра по атомной энергии в Калининграде, ведущий сегодняшнего марафона, посвященного Дню российской науки на «Балтик Плюс». Спасибо. — Спасибо.